здравствуйте дорогие друзья продолжаем недельную главу шлах знаете нам описывают то что происходило с нашими предками с золотым тельцом с разведчиками чтобы показать что не так все просто в этом мире что к сожалению глубокому приходится платить по счетам не только нам за наши действия но и нашим детям и нашим многим многим поколениям вот написано что любое бедствие которое приходит мир содержит себе часть наказания например за грех золотого тельца так сказано и мы задаем себе вопрос не только для того вид того чтобы понять что было тогда там нам надо правильно вести себя здесь потому что тора слова одного корня с преподавания что-то нам здесь преподают рассказывают это книга инструкции уроки которые нам дает они вечны актуальны для каждого человека и в каждом поколении что например побудило создать золотого тельца ясно сказано в торе народ увидел что маша долго не сходил с горы и раньше нам объяснять что перед тем как подняться на гору маша сказал что по окончании 40 дней он придет в течение 6 часов они полагали что в тот день когда маша поднялся входит число этих 40 дней а маша имел ввиду полные сутки там и в тот день когда он поднялся это было еще не полными и вот вот эта ошибка в вычислениях ошибочное предположение и вот все началось если глубже эта ошибка была обоснованной не так все просто было для чего нам это рассказывать давайте разберем это был такой раби пинхас автор афла он предложил такое объяснение до дарования торы день считался началом суток ночь шла за днем не так как сейчас сказано и день и ночь не прекратятся книги решит сначала день потом ночь это было пока всевышний не сказал маша от вечера до вечера отдыхайте в день отдыха вашего то есть с тех пор мы считаем что с вечером то есть все идет за словом бога вот как он говорит так и идет мир мы все привыкли начинать отсчет суток с наступлением утра амаше поднимался на гору с рассветом поэтому все поняли как привычно так вот будет 40 дней ведь он нашел в начале суток по старому стилю они не поняли что тора уже дана и что сутки отсчитывается по-другому с вечера и когда ушел маша день неполный и когда закончились 40 дней это они удивились растерялись испугались и создали что золотого тельца здесь корень любой ошибки дама же спустился рассказал им уже было поздно скрижали были разбиты приговор вынесены и так далее чему это должно нас научить иногда у человека есть провокационные вопросы которые что-то он не понимает он уверен что здесь что-то не так его что-то удивляет он он видит что вопрос правомерен его аргумент решающий начинает расшатываться вера ему кажется что можно без страха действовать соответствии вот и собственным мнением и тогда его призывают подожди остановись не совершать действие если чего-то не понимаешь может быть просто у тебя не хватает клэпки подожди один день подожди один год ты не все знаешь рамбан был не глупее тебя и там шимон барьяха и ирмиягу и пророка или я почему ты думаешь ты самый умный они все знали в том числе и твой провокационный вопрос и знали ответ на него они верили соблюдали заповеди удостоились пророчества соответствую своими заслугами надо набраться терпения здесь вопрос терпения если узнаешь ответ на том мире через год через два потрясающе если нет узнаю в следующем мире бен ишхай рассказывал историю о хаме виталий около 400 лет назад хаме виталий написал что воздух имеет вес основывался он на стихе книги йова ветру дал он вес все смеялись над ним какой вес ну это если был вес у воздуха нас бы всех раздавило мы бы ходили сгорблены логично и все ученики виталия говорили да аргумент серьезные у нас нет на него ответа так написано это истина представляете какая была реакция на такой ответ но сменилось много поколений и наука установила что воздух обладает весом более того еще теплый воздух легче холодного водород леча кислорода изобрели шар цепелин там а как же вот эти от аргументы неубиенные теперь ученые продвинулись и сами насмыхаются на теме кто его приводит они говорят что воды есть вес на не мешает рыбам которые приспособились ведь растаял аргумент было все подтверждено истинно это нас опять еще то слова баше истина тора истинная на каждый вопрос есть ответ может мы его не знаем нам надо идти прямым путем и все то же самое с разведчиками мне кажется что человек который не написали мудрецы что не хочет видеть бога не увидит его даже если он совершит для него величайшие чудеса как случилось разведчиками во время вот недавних войн в израиле все видели руку бога но когда все заканчивалось дурное начало начинало вытеснять и вот уже вот что мы должны опять выучить сказано в предпоследнем благословении молитвы амида мы говорим благодарим тебя за чудеса происходящие с нами каждый день все что от нас требуется захотеть увидеть руку бога в тех событиях которые происходят с нами каждый день каждый никогда нет того дня где нет руки бога брахавы от слаха